Ножницы парикмахерские 5,5 дюймов Коллеги, друзья, всем привет! С вами Дмитрий Каждан В этом видео буду говорить с вами про 5,5 дюймов И поэтому, если вы интересуетесь этими ножницами, обязательно досмотрите это видео до конца Вернее, даже не ножницами, а размером 5,5 дюймов Друзья мои, в этом видео я хочу поговорить об этом размере не просто так А в силу того, что многие мастера наивно полагают, что наши ножницы нужно подбирать именно по руке И это я все больше и больше всегда встречаю в Инстаграме, в Ютубе И когда подбираю ножницы в работу, многие коллеги ошибочно полагают, что это нужно делать именно по руке А на самом деле ножницы нужно подбирать не только по руке, но, как показывает практика, оказывается по технике Именно техники решают в каком размере мне нужно подбирать ножницы Если я мастер, который четко понимает, что я люблю точные техники Значит ему нужны ножницы именно для точных техник Если я мастер, который любит и развивается именно в текстурных техниках, быстрых техниках То там свой размер, свои полотна Ну и соответственно нужно подбирать именно под эту технику Ну а если я мастер, который вообще в принципе еще не определился Или я новичок, или я еще только планирую обучение на парикмахера И я не знаю, блин, какие же там техники, что там вообще у вас у парикмахеров И что же лучше всего взять как начинающему мастеру То здесь конечно же придет вам на помощь именно ножницы в размере 5,5 дюймов Почему именно 5,5 дюймов? Потому что это универсальный размер Благодаря которому вы четко будете понимать, что я хочу учиться в этих техниках Я хочу поучиться работать в этих техниках То есть в любом случае я потестирую все техники, которые есть существуемые И конкретно под эти техники, вот чтобы понять или эту, или эту технику, которая мне нужна Я выбираю ножницы 5,5 дюймов Вот именно 5,5 дюймов Это самые распространенные и самые ходовые ножницы Именно в этом размере То есть это самый ходовой размер И поэтому его рекомендуют как и в школах, так и начинающим мастерам Так и даже зачастую и опытным мастерам Которые собственно сами не определились В каких же техниках я вообще хочу развиваться Или я вот стригу себе уже 25 лет Меня устраивает размер 5,5 И мол я буду так и дальше и стричь То есть если вы такой мастер То конечно же вам тоже подойдет размер 5,5 дюймов На мой взгляд здесь нет ничего такого Если вы мастер, которому действительно нравится только один размер Здесь можно только вам посоветовать обращать внимание на форму размера 5,5 дюймов Потому что ножницы 5,5 дюймов они бывают тоже как и классические Так и эргономичные, изогнутые Вот здесь вам нужно уже будет более детально, грамотно подбирать Как много вы работаете Потому что работая ножницами 5,5 дюймов У вас естественно будут уставать руки, плечи Ну вы если четко поняли, что вы работаете много этими ножницами То здесь вам конечно надо уже уходить с классической формы Если у вас классика к примеру В эргономичную, изогнутую Чтобы потом как-то разбавить свой инструмент Чтобы снизить нагрузку на руки И как правило, как вот показывает моя практика Так как я все-таки уже занимаюсь подбором инструмента более 10 лет Я уже вижу тенденцию, что люди выбирающие ножницы в размере 5,5 дюймов Это как правило коллеги, у которых классическая форма ножниц 5,5 дюймов И они ничего другого больше не слышали, не знают, не хотят зачастую даже знать И когда ты им говоришь, что допустим, Саша, ты много работаешь Ты же устаешь, у тебя колоссальная нагрузка на руки Зачем ты это делаешь, зачем ты работаешь классикой Перейди на 5,5 дюймов уже в эргономично изогнутой форме На что я от них зачастую слышу Коллеги говорят Я просто боюсь, что мне эта форма не подойдет А она у меня не будет лежать И вот здесь на самом деле, коллеги, очень грустно Что многие из нас не хотят что-то менять Не хотят облегчить свою жизнь А ведь эргономичная изогнутая форма Она облегчает жизнь мастера И руки, пальцы наши, ничего не устает Поэтому, если вы работаете в техниках Например, в точных техниках, в быстрых техниках То есть вы мастер, скажем, такой универсальный Потому что все-таки размер 5,5 Это все-таки универсальный размер Под и те, и другие техники А именно под точные техники Под быстрые техники То я вам настоятельно рекомендую Все-таки уходить с классической формы в эргономику Ну а если вы мастер, который, например, мало стрижет Например, вы работаете классикой И вы четко понимаете, что Ну, типа, каждом нафига мне переходить Из классики, с моей любимой классики В эргономику Грузить больше денег Я поработаю и так своей классикой Потому что у меня, например, сейчас больше окрашиваний Или у меня, например, сейчас больше укладок Я там делаю свадебные прически И вообще я решил нафиг бросать эти стрижки Они надоели мне Тогда да Тогда вы можете работать классикой И размером 5,5 дюймов И вообще, собственно, не париться Ну а если вы четко понимаете, что стрижек у вас много Вам нужно что-то менять Тогда, коллеги, меняйте на эргономичную изогнутую форму Чтобы снизить свою нагрузку Да, у вас останется та же самая универсальность Да, вы будете также делать те стрижки, которые вам нравятся Я, например, подбираю таким мастерам уже соответствующие полотна В размере 5,5 дюймов Потому что здесь уже полотна достаточно широкие используются И, соответственно, определенный угол заточки Определенная сталь Поэтому здесь я подхожу именно более грамотно В подборе именно размера 5,5 дюймов Это вам так кажется, что вы купили одни ножницы И, типа, и бог с ними, они будут у меня так же стричь Ничего подобного Нужно грамотно подбирать такой размер 5,5 дюймов Потому что каждый дюйм, каждый миллиметр полотна играет роль Да, даже я вам больше скажу Кольца в размере 5,5 дюймов, они тоже бывают разные Поэтому при подборе парикмахерского инструмента Нужно учитывать именно еще пальцы Не только какая у вас рука, как вы считаете Это не нужно учитывать Ни в коем случае Крест, ребята, забудьте Самое главное Техника И пальцы Какие у вас пальцы Вот это самое главное И то, как ваша рука Где она будет находиться Когда вы стрижете классикой Или эргономично изогнутой формой Вот это самое главное И самое, самое, что на весь главное Какие вы любите техники Если вы четко отдаете себе отчет Что вы любите именно точные техники И текстурные техники У вас клиенты есть и такие, и такие То ваш размер должен быть всегда 5,5 дюймов Друзья мои Я надеюсь, я ответил на простой вопрос Где же использовать ножницы 5,5 дюймов Не забывайте на меня подписываться Я вас очень прошу Для меня это очень важно И также я вас прошу Писать свои длинные комментарии И в частности Напишите комментарий Вот прав я или нет И также напишите Используйте вы ножницы 5,5 дюймов В своей работе На этом, в принципе, все Не забываем, опять же, на меня подписываться И нажимать палец вверх Чтобы я собрал большое-большое количество лайков ваших Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok